Сегодня мы вкратце очень поговорим про 22-ю и 23-ю страницы трактата Бейца, и здесь заканчивается второй перег, вторая глава этого трактата. И, как я говорил, я здесь скомминирую два урока, потому что один из них падает на Йомтов, на второй день Суккота, и вместе с ним будет урок по 23-й странице. Так вот, здесь продолжение предыдущей суги, мы говорили, что Рабан Гамлиэль в чем-то был более строг, чем буква закона. В трех вещах, говорится, он был более строг, исследовал Бейджамай. А были вещи, как здесь следующие, в которых он, наоборот, был более мягок, чем остальные мудрецы. Он кое-что разрешил, что остальные запретили. Парочка из вещей, связанных с тонкостями законов Йомтова, А одна из вещей, я бы сказал, что это даже не то, что такая уж очевидная мягкость. То есть, действительно, в каком-то смысле мягкость, но это не совсем, знаете, то есть, другие раввины это запрещали, но это не значит, что это мягкость следовать этому мнению. Просто это и мягкость, и строгость в каком-то смысле. Что у него был такой интересный обычай. Он в память о разрешении храма в Пейсах делал подобие пасхальной жертвы. То есть, вне храма они жарили козленка или барашка целиком на огне, как делали бы с пасхальной жертвой. Казалось бы, очень логично, да, мы многое делаем в память о разрушении храма. В смысле, в память о храме. Мы делаем, когда храм разрушен, то, что частично напоминает нам о том, что когда храм стоял. Например, когда храм стоял, они поднимали лула все дни праздника, не только в первый день, как закон Торы, да. Когда кахтем лахем бьем орешон, в первый день возьмите себе четыре растения. А в храме они веселились все семь дней и поднимали четыре растения. Так вот, мы, конечно, в Сукот все семь дней поднимаем четыре растения, и говорит это, как мы учили с вами в трактате Сука, говорится, что это в память о храме установлено было. И так много других законов. Так почему не сказать, что в память о храме есть в пасхальную ночь подобие пасхальной жертвы, то есть есть мясо, да, барашка именно в пасхальную ночь, зажаренного целиком. И тем не менее, именно вот в вещах, которые связаны с карбонот, хазари очень боялись, что люди решат, что можно приносить жертвы вне храма, решат, что и без храма можно приносить жертвы. Поэтому любое подобие приношений храмовых они запретили. А Рабан Гамлиэль в данном случае не запрещал, и в память о храме он, соответственно, как я сказал, ел жареного козленка в ночь на песах. Следующая страница обсуждает некоторые мягкости другого мудреца. Был такой мудрец Рабелязар Беназария. Это было то же поколение, что и Рабан Гамлиэль, второй Рабан Гамлиэль. Это после разрушения храма основная активность была этого мудреца. Но он был моложе его. Есть история в Тракате Брохот, как они сместили однажды Рабан Гамлиэля и поставили на его место Рабелязара Беназарию. А позже они установили, что будет Рабан Гамлиэль три недели с четырех главным, а Рабелязара Беназарию одну из четырех недель. Каждую четвертую неделю. Вот. Так вот этот мудрец, у него было тоже три мягкости по отношению к законам Йомтова и Субботы. Первый закон, на самом деле, связан с Субботой, а остальные с законом Йомтова. И я тоже не буду вдаваться во все эти технические детали, в чем именно было различие между ним и остальными мудрецами. Но вот что интересно, тому в другом месте обсуждает, и здесь тоже, кстати. И здесь, и в Тракате Шаббат упоминается, что одна из его мягкостей даже была не то, что его мягкость, а просто соседи так делали, и он не остановил. И уже это называется его мягкостью, что раз он не остановил тех, кто так делал, то это как бы считается, что Большой Равин должен следить и за соседями, если они что-то делают не так, и их останавливать. Вот. И, между прочим, в другом месте говорится, что он потом постился из-за того, узнав, что он пропустил некое малое нарушение. Но вот, получается, увековечили это таким образом, что как будто-то он разрешает. И, фактически, дальше там технические детали, некоторые даже связаны с чистотой и нечистотой, заодно про то, как, да, какие-то коляски, которые там можно ли таскать в ёмтов, и заодно принимают ли они нечистоту. Как бывает часто, что мудрецы сразу несколько концепций одновременно обсуждали, если это уже предмет обсуждения был выбран, то заодно обсуждали несколько разных концепций по отношению к этому предмету. Вот. И в самом конце страницы Кавгима начинается, наконец, новый перег, третий перег. Мы его подробнее будем обсуждать на следующем уроке, но хочу только в двух словах сказать, что он начинается с законов цейда, запрета ловить. Да, что даже в ёмтов, конечно, в субботу это нельзя, но даже в ёмтов ради еды, многое же можно ради еды в ёмтов, готовить пищу можно, но вот поймать, например, рыбу нельзя в ёмтов. Или поймать животное, чтобы зарезать, да, ёмтов. Это всё запрещается. Только то, что как бы ближе уже к трапезе, так сказать, гораздо работы, которые уже связаны с самой едой напрямую, а не то, что, например, приводит к тому, да, это можно было и до ёмтова поймать животных или рыб, поэтому запретили сам ёмтов выловить рыбку и потом её, соответственно, зажарить и съесть. И на этом мы на сегодня закончим. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк. Субтитры подогнал «Симон»!